Вот еще танго Ежи Петербургского и с текстом поэта Йосифа Альвика «Утомленное солнце». В аранжировке Александра Сфасмана танго была записана на пластинку и получила название «Расставание». Расставание стало обязательным атрибутом семейных и выпускных вечеров, дворовых концертов, всяческих застолий. Многие эстрадные исполнители включали его в свой репертуар. Был квартет Александра Рызанова, который пил на эту же мелодию «Листья падают с клёна». Да, и мы будем говорить о концлагерях. У них было исполнение последнего воскресенья танго, и его называли танго смерти. Потому что в нацистских концлагерях по звуке этой мелодии, исполняемой маленьким духовным оркестром, еврейские заключенных ввели в газовые камеры. Если вы помните, немцы любили устраивать свои экзекуции под музыку. Ежи Петербургский в 1939 году служил сержантом в польских воздушных силах, и после раздела Польши, это позорная страница нашей жизни, вы помните, сколько было расстреляно польских офицеров советской армии, когда советская армия напала на Польшу с востока, а с запада напала Германия, и началась Вторая мировая война. Вы знаете, что первые полтора года Второй мировой войны Россия, фактически Советский Союз, воевала на стороне Германии. В России произошел раздел Европы, помните, Прибалтика отошла к Советскому Союзу, часть Румынии, Бессарабия, мы до сих пор спорим, да, Бессарабия является румынской территорией, или это отдельно Молдавия, и много об этом можно говорить. И вот этот Ежи Петербургский написал тоже песню «Синий платочек». В 1939 году Ежи оказался на территории, оккупированной Советским Союзом, и он руководил белорусским республиканским джаз-окрестом, собирающим переполненные залы. И Ежи организовал оркестр Петербургского и Голда. Артур Голд погиб потом в Треблинке и продолжал руководить своим оркестром и хором до самой смерти. Мы будем на втором уроке говорить о духовной силе, да, которая давала нашему народу музыка, пение. И синий платочек, маленький синий платочек, падал с опущенных плеч. Вы знаете, полюбила Клавдия Шульченко и много ее исполняла. Песню записали на пластинке Изабелы Юрьева, Екатерина Юровская, Лидия Русланова и другие. Текст был несколько изменен с началом войны Яковом Галицким. Яков Галицкий сделал новый текст. А лейтенант Михаил Максимов передал на Волховском фронте вот этот текст и музыку Шульченко. И она спела в тот же день ее после единственной репетиции. Вот такие вещи, такие вещи нашей истории. Итак, немножко поговорим еще об израильской, об израильской музыке. Помните, мы говорили, что самая первая песня, израильский гимн, да, были сочинены ровно за 50 лет до того, как образовалось государство Израиль. Вот Нафтали Герц Имбер, автор гимна израильского. Я вам говорю, что сначала это была песня о холуцин, о поселенцах в Израиле. Но затем были немножко изменены последние слова, и она стала уже народной, так сказать, песней и гимном Израиля. Автор текста Цион Томати Менахен Мендель Долицкий. Разрабатывал на жизнь преподаванием иврита и сочинен на нем рассказы и стихи. Он также написал Шир Авода с музыкой Мноаха Шапиры. И Мноах Шапира, сельскохозяйственный активист и поэт, использовавший псевдоним Бар Наш, напечатал перевод песни Плух Цунзера. Были подражания арабской песни, например, Кенор Цион, Арфа Сиона, сочиненная Авраамом Лунцем в 1914 году. Основоположниками еврейской музыки считают Авраама Цви Идельсона. Авраам Цви Идельсон родился в городе Феликсберг Курлянской губернии в 1882 году и занимался вначале канторским пением. Затем совершенствовался в музыке в Берлине и Лейпциге. И он рос в религиозной семье, но затем был кризис, и он порвался, и стал, посвался в религиозной деятельности, и стал сионистом. В 1905 году Идельсон поселился в Иерусалиме и начал заниматься исследованием музыки еврейских общин Израиля. Он был первым, кто изучал музыку евреев Востока, создал и написал множество мелодий. Зазвал этот сборник сборник мелодий Израиля. Имя Идельсона связывает также с такой песней, как Хава Нагила. Хава Нагила была впервые исполнена в 1917 году, в первый день Хануки, когда генерал Алленби вошел в Иерусалим. Вы помните, что генерал Алленби, так говорят, по крайней мере, по преданию, он не въехал в Иерусалим, он сошел с коня, и в старый город он вошел пешком, потому что сказал, что в Иерусалим может въезжать только кто, мессия, да? И эта радостная песня была как раз впервые тогда исполнена. Идельсон во время Первой мировой войны был дирижером турецкого военного оркестра и сочинил эту песню. Но прозвучала она уже тогда, когда Иерусалим был взят английскими войсками. Впервые песня прозвучала на балу, который состоялся в Иерусалиме, в честь взятия Иерусалима. В 1918 году Хава Нагила в исполнении трех канторов была записана впервые на специальном устройстве на цилиндрический валик. В то время магнитофонов не было, и вы помните, как записали, да? На специальной валике вощеной. Это была первая запись песни на еврите на земле Израиля. Идельсон часто бродил по Иерусалиму. Он знакомился с католической церковной музыкой, которая была освящена в III веке Папой Григорием. Отсюда было названо григорианские пения, и с тех пор было запрещено вносить в нее какие-либо изменения. И Идельсон с большим удивлением обнаружил, что григорианские мелодии поразительно похожи на мелодии общин Израиля, находившиеся после ухода в Галут в относительном изоляции. Это что интересно. Дело в том, что люди, которые уходят какой-то группой куда-то в изгнание, и у них культура как бы замораживается. Вот помните, небольшая группа еминских евреев, она сохранила ту культуру, которая была тогда. Или, например, немецкие колонисты, которые переселились в Россию при Екатеринбе II, они сохранили те же мелодии, сохранили те же танцы, они сохранили даже тот же язык, который был в XVIII веке. В Европе немецкий язык изменился. У этой группы людей язык оставался прежним. То есть вот такие маленькие группы, они склонны к консерватизму. И Идельсон удивился, что григорианская музыка и музыка определенных еврейских общин имеет общий источник. И оказывается, это источник песнопения в храме. Первые христиане не собирались отходить от своих корней, и поэтому христиане использовали еврейские слова, например, «Аминь», «Аллилуйя», «Ашана», «Асана», хотя сам смысл этих слов, например, «Асана» несколько изменился. Идельсон установил, что первоисточник этих мелодий – песнопение левитов в храме, и весь научный мир признал это открытие. В 20-х годах Эммануэль Амирам и Едидия Адмон искали принципы израильской песни, и пользовались они сборником песен Идельсона, которые назывались «Звуки Израиля». опубликованы были в Берлине в 1922 году. В 1922 году Идельсон покинул Израиль и переехал в Соединенные Штаты Америки. Брахацфира, мы о ней говорили вчера, помните? Это девушка, да, из йеменской культуры, которая была в детском доме, и она стала звездой, как вы правильно сказали, Израиля. известного израиля. Дальше. В Яфа и в Тель-Авиве были организованы музыкальные школы и музыкальные училища. В Тель-Авиве была гимназия Герслия, и музыку в ней преподавал Ханина бен Ицхак Корчевский, преподавал Ханина бен Ицхак Корчевский, который родился в 1887 году в Бессарабском местечке, затем переехал в Бендере, где он учился в Талмуд-Торе. Видите, все наши люди. Да, все откуда... Бендере – это тоже очень еврейское такое местечко. Если у вас есть какие-то сведения о культуре каких-либо местечек, вы можете собрать статьи, и мы их опубликуем в журнале. Вот я журнал делаю периодически, уже третья часть журнала. На первом я работал пять лет, вторым журналом я работал где-то два года, но у меня это уже был наработанный материал, но третьим журналом я уже третий год работаю, потому что некоторые вещи приходится новые делать и по-новому переосмысливать. На 80% он уже готов, этот журнал, но еще нужно много дорабатывать. Так что, если у вас есть рефераты, интересные доклады, пожалуйста, вы можете к нам присылать в институт. Я это обращаюсь и к людям, которые будут слушать из разных городов о еврейской культуре, тех мест, где они живут. Итак, он был в начале традиционной, естественно, культуры, изучал Талмуд Тору и пел в синагогальном хоре. И когда он пел в синагоге, собиралась толпа. Затем он переехал в Херсон и стал петь в более крупной синагоге. В 22 года переехал в Варшаву, чтобы продолжить обучение. Это Ханина Бен Ицхак Корчевский. Получил должность дирижера хора и оркестра. Служил военным дирижером. Но затем он переехал в Эрес-Исраэль и посвятил свою жизнь музыкальной школе Тель-Авила. Начал преподавать ученикам нотную грамоту и основы музыки. Хоры под его руководством поют на четыре голоса народные песни и классический репертуар. И Тель-Авив впервые слышит исполнение музыкальных произведений на таком высоком уровне. Элья Гагагаген пишет в своей книге «А ведь что-то в этом есть». Этот маленький квартал, в котором было всего две с половиной улицы, взрастил в течение короткого времени четыре оркестра, три хора, музыкальную школу и преподаватели игры почти на всех музыкальных инструментах. Видите, все, что может начинаться с одного человека. Не бойтесь начинать с малого, правда? Начинаете с малого и заканчиваете большим. Да. И наше величие, значит, иногда не у нас бывает, а в наших учениках. Правда? И слава Богу, что есть у нас ученики, и что они превосходят своего учителя. Мы не можем превзойти нашего учителя Ишуа Мессии, да? Но можем, если мы учимся у Ишуа Мессии, превзойти, да, друг друга или наших учителей, но мы не должны ни в коем случае этому гордиться. Из его учеников был Маше Шерток, который впоследствии стал министром иностранных дел и премьер Маше Шерток, который изменил свое имя на Маше Шарет. И он стал впоследствии министром иностранных дел и премьер-министром Израиля. Еще были сочинены многие песни, вот, например, песни по Беаретскому дат-аот. Здесь в стране отцу желанной. Это гимн обновленной земли Израиля и первой юридской гимназии. Еще одна песня, которую Корчевский ввел в израильский репертар, Халуцим. Мелодики сочинил русский композитор, Михаил Ипполитов Иванов, директор Тбилисской, а потом Московской консерватории. Если вам встретятся Ивановы, вы знаете, что многие Ивановы такие евреи. Такие евреи. Да. Хорошо. После смерти Корчевского в 1926 году гимназия Герцля издала сборник его песен мелодии Ханины. Корчевский пел и на русской, и на еврейской, и на западной европейской культуре. И он не испытывал никакого такого вот комплекса, чтобы внедрять только что восточную культуру, как вы говорили, как делали в те времена. Годы Первой мировой войны были очень трудными для эрес Израиль, а евреев особенности. Вы помните, что в Первую мировую войну даже была попытка устроить такую же жизнью евреев, и только один немецкий, причем офицер, который выступил перед турецким правительством, предотвратил это. Иначе вот как была армянская резня, так была бы и еврейская резня. Удивительно, что судьба армянского и еврейского народа, они очень похожи друг с другом. Я говорю, что этот немецкий офицер спас больше евреев, чем Шиндлер. знаменитый. Это Первую мировую войну. И в то время уже начинались конфликты с арабами, и часто не хватало хлеба, часто поселения еврейские оказывались в осаде. Я думаю, что мы фильм «Исход» как-нибудь еще раз повторим. Повторим? Повторим, я думаю. Надо будет посмотреть. Хотя книга «Исход» намного, намного мне больше. Намного мне больше нравится. Я имею в виду не библейская книга «Исход», а как она называется? «Эксодус», да? «Эксодус» называется «Эксодус. Исход». Хорошо. После окончания войны и начала британского правления некоторые решили, что наступили дни Машиаха. И началась третья Алья, которая продолжалась с 1919 по 1924 год. В стране появилось 31 новое поселение, и большинство репортеаторов были из России, Польши и Румынии. Они создавали кибуцы, коммуны, рабочие батальоны, и встречались с очень большой трудностью. Вы знаете, очень много холуцин погибло в Галилее. Например, при попытках осушения болот, пока кто-то не догадался завести туда эвкалипты. Среди первых репортеаторов был Йоэль Энгель, живший с 1868 по 1927 год. Прибыл он из России в 1924 году. Был серьезным музыкантом и широко образованным человеком. Мы немножко говорили об Энгеле вчера, поэтому говорить о нем много я не буду. Вот интересный тоже музыкант Мордехай Заира. Музыкант, исполнитель и теорийских песен. Мордехай Заира был учеником Энгеля. Учеником и продолжателем дела Энгеля. Он прибыл в Израиль в конце третьей Алии. Его отец был восторженным почитателем канторского пения, и Мордехай с детства питал канторские мелодии и хасидские напевы. Материальное положение семьи не позволяло ему получить музыкальное образование, и он поступил на механический факультет Киевского университета. А в годы революции примкнул Гашамер Гацайир. И в это же время начал играть на фортепиано по слуху и сочинять мелодии. В 1924 году Заира был обвинен в принадлежности к молодежному сионистскому движению. Но в то время еще он смог выехать из России. Он покинул Россию и репатриировался в Эрец-Исраэль. По приезду он поступил в Кибуц, Нижний Галилей. Мастил дороги, был сапожником, строителем, рыболовом. Видите, как удивительно. Люди искусства, которые приходят из таких профессий, которые казались бы отдаленные от искусства. И товарищи обнаружили музыканты талант Мордехая. Поручились сочинять песни для общественных мероприятий. Услышав музыку Йоэля Энгеля, первому спектаклю театра «Агель», «Агель» означает шатер, палатка, после просмотра спектакля Мордехай решил учиться музыке и переехал в Тель-Авив. В 1927 году присоединился к театру «Агель». Полтора года проработал в театре, изучал актерское мастерство, занимался изготовлением декораций и даже шил обувь. Оставив Агель, Зеира нашел работу на заводах Мертвого моря. Оттуда он приезжал в Иерусалим учиться у профессора Шлома Розовского, который приохотил ее к музыке различных этнических общин Иерусалима. Первая песня Зеиры была «Шир Га Рэшет» – песня «Сети». Как «Сеть»? «Рэшет», да? «Рэшет» на иврите. А какое русское слово соответствует этому? Да, «рэшетво», «рэшет». Я вам говорю, что украинские слова, в особенности русские и в особенности украинские, да, очень много общих у нас корней с ивритом. Текст и мелодию он написал, работая на строительстве электростанции в Нагариме. Человек, который был рыбаком, да, написал песню «Сети». Песня была напечатана без имени автора в книге песни «Эресесроэль». В спектакле бывали времена. В 1960 году эта песня была исполнена Хаимом Хефером и Даном Бен Амоцем. И на пластинке было указано впервые, что слова и музыка принадлежат Мардыхаю Зеире. Также Зеире написал песню «Ле Маладети» моей родине в 1927 году на слова Гелеля Ави Ханана. В этой песне слышали влияние Востока. Там в гости к ней сочинили новые слова и стала называться «Бекерем Тейман». Эта песня одна из первых моделей израильской песни, в которой удачно использована восточная и современная традиция. В 1930-х годах Зеире обознавался в Тель-Авиве. Он сблизился с людьми, занимавшие видное место в культурной жизни страны, и многие мелодии были написаны на стихи лучших поэтов. Александра Пена, Якова Орландо, Аарона Ашмана, Эммануэля Гаруси, Авраама Шленского и Натана Альтермана. Песня «Хамиша» «Пятеро» была посвящена убийству пятерых юношей недалеко от Иерусалима, а также песня периода «Стена и башня». Помните, как строили первые кибуцы, да? Покупали землю, затем где-то ночью чаще всего, в этом фильме «Эксодос» вы будете видеть, да, как они делали, заезжали в какое-то место, возводили стену, башню, все, огораживали поселение и уже готовы были к обороне от арабов. Такое было время. Оно очень похоже на то, что делали евреи, когда возвращались, помните, восстанавливали Иерусалим, да, одной рукой держались за оружие, другой рукой за мастерок, да. И большинство ее песен своеобразные исторические свидетельства этого времени. Они любимы и занимают почетное место в сборниках песен «Эрец Исраэль». Хорошо. Немножко поговорим о театре. Видите, в еврейском театре тоже сочетается не только традиционная, как театральная игра, да, еврейский театр, это всегда там в еврейском театре звучит и музыка. В 1925 году был организован первый театр «Га-Агель». Мы уже говорили. «Агель» означает «шатер». Организовал ее Маше Галеви. Его целью было создание театра рабочих и для рабочих. Театра, актеры которого занимаются производительным трудом, а окончание рабочего дня, вот, создают свою производственную жизнь на сцене. Ну, тогда, вы знаете, производственная тематика была очень распространена. И у нас в Советском Союзе, да, и в те времена. Вы знаете, как-то история очень похожая. И пионерское движение было в Израиле такое похожее, и комсомольское движение, движение кибусников, да, колхозов. И это все шло параллельно в Советском Союзе, параллельно в Израиле. Но Израиль это носило более еврейскую окраску, да? Более семейную. Да. И более семейную. И она как-то больше прижилась. А в Советском Союзе, к сожалению, это все делалось как руководство сверху. Да. Вот, вы знаете, что вот сейчас вот, можно выключить, можно не выключать. Сказали, что только останавливаться маршрутком на остановках, да? И вот я сейчас тоже немного страдаю, потому что я сейчас дезориентировал, где ходить, где выходить. Здесь, и слава богу, в Советском Союзе, конечно. Вот, а когда там, в Советском Союзе, они кричат, чтобы я шел на то место, которое абсолютно не оборудованное остановкой, где никто не стоит. А люди сейчас стоят в том месте, где они привыкли стоять. И это напоминает мне, знаете, такой анекдот. Ехал царь по городу, и видит, слепой переходит улицу. И никто ему не помогает. Вот царь издает указ. С завтрашнего дня, чтобы все полицейские брали слепых за руку и везли туда, куда им надо. Ну, естественно, этот указ приходит. Значит, городоначальник говорит, так, вот, тут вышел указ. У нас в городе есть слепые. Их надо брать за руку и везти туда, куда надо. Ну, разошлось это, да, начальник, так сказать, полицейстер, там, отделение говорит, так, видите, у нас в городе столько слепых разделось, проходу не дают. Как слепого, видите, хватайте его за руку и тащите, куда надо. А куда надо? Как куда? Воколоток куда надо. А куда надо, туда и тащите. Очень похоже на этот свой наш указ. К сожалению, вот такая у нас культура. Что делаешь? Так, включаем дальше. У евреев, как вы видите, это происходило совершенно по-другому и на других принципах. Не на бюрократических, а это было действительно народное движение. Вот такой народный театр. И он существовал в Тель-Авиве вплоть до 1969 года. Знаменитый театр Га-Бима. Вы все слышали? Га-Бима. Бима – это сцена. Буквально возвышение. Га-Бима. Га – это определенный артикль. Бима – сцена. Бима – это возвышение в синагоге, на котором читают что? Тору, да? На котором читают Тору, да. Первоначально этот театр был основан в Москве. В 1927 году первыми постановками театра были бал Мироздания, Вечный Жид, Навождение, Дибук и Голем. Знаете, что такое Дибук? Это бес, который вселяется в человека, да? И Голем. Основателями театра в Москве – Хана Рубина, Нахум Цемах и Менахем Гнесин. Гнесина, вы, наверное, слышали, да? Менахем Гнесин, да. Затем коллектив театра распался. Вы знаете, что на евреев начались гонения. Часть актеров, среди которых был Нахум Цемах, решили остаться в Соединенных Штатах, где в это время театр был на гастролях. Некоторые – Хана Рубина, Аран Мескин и Цви Фриндланд – решили, что нужно ехать в Израиль. В 1928 году они впервые посетили страну, в 1929 году строили в Европе, а в 1931 году обосновались в земле Израиля. И было постановлено новое здание Габима в Тель-Авиве. В 1935 году строительство продолжалось 10 лет и завершено было в 1945 году. В 1949 году впервые на театральной сцене была поставлена пьеса израильского автора Иголя Моссинзона «В пустынях Нигев». В 1958 году Габима стала национальным еврейским театром. Габима внесла также значительный клад в возрождение еврита. Хаим Бялик писал статьи «Пути еврейского театра». В стране для актеров Габимы уготовлено еще несколько дополнительных райей. Они должны научить нас правильно говорить на еврите. Они должны научить нас новым манерам, мимике, жестам, манере говорить и одеваться. Тому как следует вставать, садиться и приветствовать приятеля. И все это на еврите. Следующее. Театр сатиры. А-ма-та-те. Ма-та-те – это метла. А-ма-та-те означает метла. Театр сатиры. Основан в 1928 году Бецалелем Лондоном. И действовал в 50-х годах. Театр был создан по следам недолго просуществовавшего сатирического театра. Га-кум-кум. Что такое кум-кум? Кум-кум – чайник, да? Бак-бук – бутылка. Да. Кум-кум – чайник. Хорошо. А где, вы помните, в юмористическом фильме? Алмаз-а-кум-кум был? Фильм «Разиня». Алмаз-а-кум-кум – чайник. Его прятали в этом. В России. Так, значит, в 1928 году и просуществовал до 50-х годов. Хорошо. Хаевский театр. Хаевский театр основан Йосифом Милла в 1961 году. Вначале он был такой авангардистский театр, но затем он больше стал и классическим стилем. И в Тель-Авиве городской театр создан в 1944 году тем же Йосифом Милла. Он хотел создать нечто новое, отличное по стилю от Габимы и Га-Агель и направление искусства, тяготевшее к европейскому стилю театра. Первая инсценировка была произведением Маше Шамира «Он шел по полям». Это первая израильская постановка, изображающая уроженца страны как героическую личность. Маше Шамир писал «Если литература на еврите и израильская культура призваны сыграть определенную роль в жизни нашего и последующих поколений, то роль это состоит в том, чтобы увековечить образ молодого еврейского воина, образ всей его полноте, ореоли героя и со всеми присущими недостатками, имитанием со всеми страстями и вспышками гнева». Известные еврейские драматурги Нисим Алани – драматург и режиссер, автор пьес «Безжалостнее всех царь», впервые в 1954 году театр Габима. «Невеста и ловец бабочек» – театр Бимот в 1967 году и «Бейт Лессин» в 1980 году. Тема произведения Нисима Алани является сопоставление театра и окружающей действительности. Большинство пьес его посвящены израильской тематике. Этот драматург создал особый язык, используя его в частности в текстах для бледнокожего следопыта. Бледнокожий следопыт – это популярная сатирическая группа была такая. Лев Готберг родился в 1911 году в Ковна, в Литве, и умер в 1970 году в Израиле. Драматург, театральный критик, поэтесса и переводчица. Ее оперу принадлежит пьеса «Хозяйка дворца», которая была поставлена в 1955 году. «Конфликт старого и нового, еврейского и христианского, израильского и европейского в контексте катастрофы». Ханох Леви – драматург и режиссер. Создал гротескные карикатурные пьесы, изображавшие жизнь в комическом виде. Автор пьеса «Хефец», Хайфский театр 1972 года, «Страдание и Ова», камерный театр 1981 года. Игаль Масинзон, 1917-1993 год. Драматург и писатель. Его произведения отражали израильский быт своего времени. В театр Габиба 1949 году поставил его пьесу «В пустынях Негев» и «Казаблан» в 1954 году, поставленный камерным театром. Написал серию приключенческих повестей для детей под названием «Гасамба». Егоша Соболь – драматург и режиссер, произведение которого затравили проблемы израильского общества. В Хайфском театре в 1975 году поставлена была пьеса «Ночь двадцати», посвященная жизни первых поселенцев, и «Еврейская душа» в 1982 году, темой которой является проблемой еврейской самоидентификации. Из актеров – Хана Рубина. В 1889 году родилась в городе Брежино, Россия, и умерла в 1980 году в Израиле. Актриса и на хом цемах режиссер, подбиравший актеров в труппу «Еврейская Габима», открыл ее для себя на семинаре «Воспитательниц детского сада в Варшаве», где она, помимо всего прочего, учила иврит. И в 1917 году она уже стала членом театра «Габима». Хана Рубина сискала любовь и почитание евреев страны и стала ведущей театральной актрисой страны. В 1956 году она была удостоена государственной премии Израиля в области театрального искусства. Еще немножко поговорим о театре и кино еврейском. Мы уже упоминали Леонард Берстайн, он музыкант и создатель мюзиклов. И сейчас еще давайте мы об этих деятелях говорили. О музыкантах я не буду повторяться. Тут у меня есть материалы о Шестаковиче. А, вот у меня закладочка. Так. Закладочка. Кино. Зуккар Адольф. 1873 по 1976 год. Известный американский кинопродюсер. Его привезли в Соединенные Штаты из Венгрии еще ребенком. Он стал пионером полнометражных художественных фильмов. Был основателем в 1917 году и президентом студии Paramount Pictures. Да, кино-драматург. Ну, фильмы Paramount Pictures мы все знаем, да? Шлезингер. Шлезингер Джон. Родился в 1926 году. Британский кинорежиссер. Поставил фильмы «Любовь, любовь», «Билли обманщик», «Дорогая», «Вдали от безумной толпы», «Полуночный ковбой», «Воскресенье», «Проклятое воскресенье», «Марафонец», «Янки», «Мадам Сузака» и «Разгар сезона на Тихом океане». Шлезингер, да. Герои фильмов Шлезингер – это, как правило, люди, которые не могут приспособиться к обществу. Это я брал из справочника «Кто есть кто?» Да? Евреи. Есть. Шлезингер Джон. Муни. Пол Муни. Пол Муни, он же Вейзен Фрейд, актер. Родился в 1895-м, умер в 1967-м году. Эмигрировала его семья из Польши в Соединенные Штаты и в 1902-м году поселилась в Чикаго. Начинал как актер еврейского художества театра в Нью-Йорке, затем начал сниматься в голливудских фильмах. Стал известен как исполнитель ролей в биографических фильмах «История Луи Пастера», за которую он получил премию «Оскар как лучший актер» и в 1936-м году и «Жизнь Эмиля Золя» в 1937-м году, а также Хуарес. Мейер Луис Берт, 1885-й по 1957-й год. Американский кинопродюсер, глава киностудии Метро Голдвин Мейер. Так что, видите, откуда у голливудских. Вообще, вы знаете, что там в Голливуде, евреев, да? Больше, чем где-либо, наверное, в другом штатле каком-нибудь еврейском. Да, среди Голденберга, образованных в 1924-м году. Он стал одним из наиболее могущественных магнатов в Голливуде. Среди киноактеров, старших благодаря ему звездами, Грета Гарбо, Кларк Гейбл, Джуди Гардеранд и Элизабет Тейлор. Любич Эрнст, 1892-го года по 1947-й год. Кинорежиссер и продюсер. Сначала сделал себе имя как актер в родной Германии. Но в 1922-м году поселился в Голливуде. И с появлением звукового кино поставил как продюсер и режиссер различной комедии, в которой сидят и такие актеры, как Марис Шевалье, Женет Макдональд и Грета Гарбо. И самый известный фильм «Ниночка, 1939-й год». Рекробился по всему миру фразой «Грета смеется». Чарльз Спенсер Чаплин. Кто не знает Чаплина? Все знают, да? Чарльз Спенсер Чаплин. Спенсер Чаплин. Он еще начинал в немом киномоторфе, закончил в звуковом. Но так как он был, ну, действительно, гений пантомимы, да, то даже только в одном фильме немножко прозвучал его голос. В основном это было пантомимом. Он сыграл свыше 80 ролей в фильмах. Так, что, перерыв, да? Хорошо.